Дорогие друзья, я всех поздравляю с наступающим праздником Песох. Желаю всем Песох Кашер Весамэх. Мудрецы называют праздник Песох Зман Херутейн, время нашей свободы. Свобода бывает разная. Основная вот свобода, что у человека есть, в чем он свободен, он свободен в своем выборе. Всевышний сделал так, что единственное творение вот в этом мире, которое может выбирать, это люди. Мы сами выбираем верить в Бога, не верить в Бога, как ему служить и так далее, и так далее. Мы сами выбираем, кем нам быть. Я сейчас проходил тренинг Ицкака Пентусевича, создателей игры, где вот тоже вот, это вот именно такой вот пасхальный такой тренинг мы прошли, что человек сам выбирает, кем ему быть, здоровым, нездоровым, делать зарядку, не делать зарядку, и так далее, и так далее. Мы сами все выбираем. Хочу с вами поговорить немножко, вот пару минут буквально на эту тему. Мы знаем, что написано в Торе, «Вехамушим алюбне Исраэль мэрес митсраэм». Когда евреи выходили подниматься в землю Израиля, Тора говорит, что вышла, к сожалению, только одна пятая народа. Большинство народов выбрали остаться в Египте. Бог приходит, давайте немножко вспомним, что там было. Бог приходит в Египет. Он делает целый год 10 разных казней, про которые мы знаем. Кто-то знает про казни из Талмуда, кто-то из голливудских фильмов, но все мы знаем про казни, понимаем какое-то открытое чудо, и сколько там было разных чудес в каждой из казней. И вот говорит Бог, евреи, евреи, я для вас делаю такие чудеса, идемте со мной, получат Тору. Большинство еврейского народа, подавляющее большинство народа, сказало, мы не пойдем, давай нам Тору здесь, мы останемся в Египте, мы не хотим выходить. Давайте немножко задумаемся. Бог приходит, делает чудеса, спасает их вначале от физического рабства, потом от духовного рабства. Он им открывается, ну везде, везде, где только можно открыться, он им открывается, наказывает их притеснителей, и говорит, выходим сейчас со мной, я вам дам Тору, вообще вам будет хорошо, мы идем в землю Израиля. Что говорит подавляющее большинство еврейского народа? Нет, мы остаемся, и из-за этого они погибают. Насколько Всевышний дает нам возможность выбирать, что когда я общаюсь со Всевышним лицом к лицу, вот он приходит, он меняет все законы мироздания, он делает из воды кровь, он делает нашествие лягушек, саранчи и так далее, и так далее, для меня все эти чудеса, и Бог говорит, идем, родной, получишь еще Тору, я вправе выбрать и сказать, не хочу. То есть весь мир, все газеты обсуждали, Египет сейчас под казнями, Бог евреев действительно пришел и достает их из египетского рабства. Вся еврейская пресса тоже обсуждала, пришел Мушур Абейну, говорит, выходим, делает чудеса, и большинство блогеров, большинство журналистов того времени, больше чем 80%, это самое оптимистичное мнение, что их было 80%, которые остались. Были, которые говорили, что вышла только одна пятидесятая, были такие комментаторы, есть комментаторы, которые говорят, что вышла одна пятидесятая, а есть, которые говорят, что вышла одна пятисотая народа. Но давайте идти по более оптимистичному такому комментарию, что вышла только одна пятая. 80% еврейского народа, аналитиков, всех этих блогеров, лидеров публичного мнения евреев говорили, мы никуда не выходим. Зачем выходить? Насколько у нас есть свобода выбирать? Есть такие люди, знаете, они нам говорят, ну, преподавателям Тора, они нам говорят, вот если бы Бог мне открылся сейчас, сделал мне открытое чудо, я побегу в синагогу. Это неправильно, это заблуждение. Даже если Бог тебе откроется, ты можешь сказать, ну, не знаю, не пойду в синагогу. Это твой собственный выбор, как относиться к вещам. Всевышний открывается и в Египте, и в Лескому народу с колоссальными чудесами на протяжении года, и большинство евреев говорят, мы за тобой не пойдем, куда ты нам говоришь идти, в землю Израиля, мы остаемся. К сожалению, они все были наказаны. Еще на тему выбора, например, что евреи очень сильно работали, там в Пасхальной Агаде, мы будем читать, каких там замуровывали детей в камнях, они там пахали, мужчинам давали женскую работу, женщинам мужскую, их там унижали, они строили города, которые сыпались, то есть ты строишь, 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 а результаты никакого нету, все сыпется. То есть вот такой вот их так вот прям психологическое такое рабство тоже было, кроме физического. Но еврейские женщины выбрали и сказали, что мы будем дальше строить еврейские семьи. У них были такие специальные медные зеркала, где они украшали себя для своих мужей и рожали, рожали много-много. Были многодетные семьи, говорят, на мудрецы в Египте. Давайте и этот момент обсудим. Египетское рабство, рабский труд, детей убивают, колоссальная катастрофа, евреи переживают ужасное изгнание. Большинство людей, наверное, сказали бы, зачем рожать, зачем строить семьи, давайте депрессуху, давайте все, отказываемся от всего. Но в то время еврейские женщины сказали, нет. Мы сами выбираем, как нам жить. Да, условия очень тяжелые, но мы выбираем строить еврейские семьи и рожать детей. Опять мы видим, насколько силен наш выбор. И давайте я расскажу то, что Ицхак рассказывает на тренинге маленькую историю, что мы с женой, и они увидели, что-то черное такое на заборе сидит. И начали спорить. Жена говорит, это сидит ворона черная. Муж говорит, да нет, вон же кошка сидит. Спорят, кошка, ворона, кошка, ворона. И они увидели человека. Говорят ему, слушай, можешь, пожалуйста, рассудить нас, это кошка или это ворона? Ну, это известная история. И мужчина говорит, давайте я вас рассуду. Берет камень, кидает в забор. И ворона улетает. И говорит муж жене, вот видишь, я же тебе говорю, что это ворона. И говорит жена, вау, если бы я сама бы не увидела, никогда бы не поверила, летающая кошка. То есть, что мы отсюда видим? Что даже ты видишь, что вот это вот черное пятно, которое на заборе сидит, оно взлетает. И, скорее всего, это ворона. Ты все равно можешь выбирать и говорить, нет, это летающая кошка. Чего, в принципе, не может быть. Насколько у нас сильная дана нам свобода выбора. Даже когда нам Бог открывается, явные чудеса, большинство еврейского народа говорят, не-не-не-не, мы на гору Синай не пойдем, мы в Израиль не пойдем, мы выбираем остаться. И с другой стороны, женщины, которые работают адским трудом, которые, в принципе, ну какая семья, когда такие условия, зачем рожать детей, чтобы они тоже были рабами? Они говорят, нет, мы выбираем, мы выбираем, у нас есть свобода выбора, строите еврейские семьи, мы будем рожать и дальше. Вот, дорогие друзья, зман хиротейну свобода заключается во многом, что мы можем выбирать. И даже когда люди говорят, дайте нам, вот Бог даст мне знак, я буду соблюдать. Это тоже неправильно, потому что ты сам выбираешь, что для тебя является знаком, а что нет. Десять казней для большинства подавляющего еврейского народа не являли знаком, что нужно теперь служить Богу. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Хочу всем нам пожелать хорошего Песоха, духовного роста и подъема, и чтобы мы всегда помнили, что выбор всегда за нами. Любая ситуация, что бы там ни было, можно Бога видеть везде. Эту фразу вот говорят, что сказал Эйнштейн, что в этом мире можно прожить так, что везде Бог. Или прожить так, что Бога везде нет. Это наш выбор. Ты можешь, там цветок растет, солнышко светит, увидит, уа, Бог такой хороший дает мне. А ты можешь видеть десять казней, год, Бог тебе делает открытые чудеса. Такого не может быть. И даже там фараоны, даже его там все египетские ребята говорили, все это, палец Бога, Божий палец. Ты все равно, большинство евреев сказали, не, 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 да, это Божий палец, но мы Богу служить не будем, мы так выбираем. Я желаю всем кошерного Песоха. Я желаю всем нам всегда помнить, что мы вправе выбирать. Это летающая кошка или это ворона, мы сами выбираем. И чтобы всегда мы правильно выбирали, и дай нам Бог всегда делать правильный выбор. Спасибо большое за внимание.